всем привет дорогие друзья с вами снова барин и сегодня у нас будет видео про винил буду показывать пополнение своей коллекции виниловых грампластинок а поверьте есть что рассказать на самом деле достаточно много чего нового у меня появилась и кстати это будет своеобразным опять же ответом рубрики станислава зелинского муза дрот моя коллекция виниловых пластинок вот ну собственно поехали первое что хотелось на самом деле показать это вот у меня наконец-то появился альбом бананы рамы ранний то есть это так он и называется банана рама вот так вот он у нас выглядит вот вот такой винил значит у меня до этого были два предыдущих альбома то есть получается 1 это у нас получается как раз таки дипси с кивинг 83 года и был их третий альбом это как раз таки получается true confession откуда кстати песня venus которая была кавером на группу shock and blue вот но вот я просто первые три альбома бананы рамы очень сильно люблю то есть остальные альбомчики такие то есть что дальше у них пошло начиная с альбома вов то есть 87 года я считаю конечно что там уже сменились у них и продюсеры все остальное и как-то группа более такое отрадоксальный попсу уже стала американская то есть я к ним тогда уже как-то интерес потерял а здесь на первых трех альбомах что было всегда хорошо не что бананы рамы было такое вот соотношение как бы что называется вот этой грани между попсу и каким-то вот таким вот нью-вейвом вот и конечно да мне это вот всегда нравилось потом конечно как-то они вот эту нить утратили больше в поп скатившись вот но здесь что приятно то есть нету внутреннего конверта вместо него плакат идет и плакат посмотрите ребята вот какой то есть вот здесь у нас вот надпись банана рама текста песен идут информация о группе то есть вот такая вот рыбка вот вот здесь соответственно вот они текста информация вот а с обратной его стороны задник обложки как задник обложки на виниле было вот так соответственно вот они все девочки из банана рамы у нас здесь изображены выглядит и вот это конечно не может меня честно говоря не радовать тем более что здесь есть две песни которые мне очень нравится это cool summer вот она и как раз таки роберт де нирос вейтинг очень мне эти песни нравится вот очень мне конечно вот порадовал это издание вот значит следующий винил моей коллекции я может так сказать долго очень мечтал чуть ли не с детства чтобы он меня был это конечно браво стиляги из москвы вот то есть тут еще самое что интересно это винил 91 года здесь у нас еще такие есть интересные как бы пометочки что как бы название песен и название альбома они переведены на английский язык вот и на английском кстати название этого альбома очень интересно звучит то есть это получается тэдди бойс from moscow вот ну и как мы видим то есть есть одна интересная история с этим альбомом то есть дело все в том что еще в 1989 году с евгением осиным который в тот момент был вокалистом право после ухода гузаровой был записан магнитный альбом скажем друг другу браво вот где большая часть материала который перешел на стиляги из москвы как раз таки был отписан а даже так получилось что когда уже в 91 там 90-м году записывался вот эти стиляги из москвы значит сюткин он просто спел просто записал точнее свой вокал на уже готовые аранжировки тут году сделано уже вот эти минуса вот эти фонограммы которые были записаны еще восемьдесят девятом году с осиным вот и самое что интересно то есть хоть и большинство песен на вот том альбоме скажем друг другу браво были на стихи вадима степанцова все-таки оси на три песни вместе с хафтаном записал то есть это был юрий гагарин который браво официально так никогда не издавался и вошел потом в измененном виде в сольный репертуар осина то есть это соответственно получается песня просто так который браво издавала только на соответственно альбоме точнее сборники если быть точным песни разных лет 95 года и как раз таки третья песня это звездный шейк то есть на этом альбоме она есть даже вот есть пометочка что евгений осин автора текста вот он видите звездный шейк а вот но не стоит как бы думать что валерий щеткин просто как бы перепел по факту альбом за осиным нет то есть когда он пришел в группу они соответственно вместе с хафтаном написали три песни то есть пожалуйста самый известный хит браво тех лет это вася здесь у нас евгений суткин автор музыки вот это соответственно получается девчонка 16 лет вот пожалуйста тоже суткин у нас автор текстов это вот может такая уже немножечко подзабытая песня держись пижон тоже у нас все-таки на автор текста вот ну и соответственно была песня целиком и полностью написанная валерием сетки нам я то что надо то есть который написал еще до прихода в браво но именно как бы так скажем с браво он и и записал очень рад что у меня есть этот альбом в коллекции следующий линию на очереди это браво московский бит то есть вот так он выглядит у него очень интересное такое комиксное оформление вот единственно что я уже не помню кто художник тут только в уголке есть вот его автограф вот и самое что интересно этот альбом сначала должен был называться пилот 1245 то есть такая песня этом альбоме но самый последний момент его переименовали московский бит и вот здесь если посмотреть на сам рисунок как раз таки отсылка на пилот 1245 вот эту песню она как раз таки есть вот значит вот так винил выглядит сзади так сейчас фокусируйся вот ну что как бы самое интересное то есть здесь уже автор всей музыки это егений хавтан автор всех текстов это валерий сюткин вот и у этого альбома кстати был такой вот спонсор то есть этого часа даже покажу вот он видите холдинг-центр и если внимательно посмотреть клип браво как раз таки московский бит вот видно кстати реклама вот этого холдинг-центра что она там постоянно мелькает то есть это вот такой продукт плейсмент ну и последний альбом правый валерия сюткина это вот дорога облака то есть самое что интересное в 90 на виниле он не выходил потому что выходил в конце 94 года когда у нас уже производство так скажем винила в стране уже так скажем почти выверла и он издавался только на сиди и кассетах и в 2016 году евгений хавтан вот три таких как он считал знаковых альбома браво взял и переиздал на винилах ну сравнительно небольшими тиражами то есть это первый альбом от сугузаровой с дополнительными треками в том числе насколько я помню там была студийная версия песни зачем родился ты которого браво записывал для фильмаса но туда она не вошла потом значит он переиздал вот на перекрестках весны на винилах с ленцом который уже первый альбом был и вот как раз таки дорога облака там тоже вышла в этом списке то есть это у нас издательство миру мир и значит здесь чем этот альбом еще примечательен у нас есть как раз таки такая песня названием соответственно как раз таки замок из песка которая на стихи вадима степанцова написано и которую впервые в истории браво тогда спела сам евгений хавтан значит с чем мне с этим винилом повезло это у нас получается такое лимитированное издание в красном цвете то есть это вот он красный винил сейчас я даже покажу тогда не побоюсь это сделать я к сожалению пока его не слушал вот здесь это еще указано авторы всех как бы песен потому что здесь некоторые другие поэты скажем так вместе с юткином текста писали по моему все-таки был только этого самого любите девушки автор текста полностью и если не ошибаюсь по море окла остальные там дорога облака и прочие песни их там уже в соавторстве с кем-то записывали вот и значит но имеется ввиду с автор там обязательно несколько поэтов было которые были с авторами текстов тут еще дуэтом с мусливым магомаевым был записан один фактически первый советский твист этот лучший город земли вот и здесь что кстати видите интересно то есть я почему вообще этот винил пока что вскрыл даже его не слушал я в каком-то московском магазине который аудио там продукции торгует его заказывал значит и как-то они мне очень сильно мозг выносили то есть я уже не помню что за магазин но у них я точно никогда больше ничего заказывать не буду потому что конечно мозг мне вынесли знатно я уже боялся что меня там чуть ли не на деньги развели вот но видела не мне прислали но только почты россии то есть почта россии ко мне пришел это значит я почте россии поскольку очень не доверяю не важно то что она сейчас последнее время на самом деле стала работать гораздо лучше все равно я им очень не доверяю вот я на всякий случай винил скрыл посмотреть что может он где-то пострадал или еще что-то соответственно он нигде не пострадал но обнаружился вот такой брак то есть его когда запечатывали как-то видимо криво засунули конверт внутренний из-за чего он помялся тут даже вот текстопесен есть все вот если мы посмотрим обратную сторону конверта вот здесь он даже чуть-чуть помялся и даже повредился вот здесь картон это конечно все очень печально меня это собственно немножечко расстроило вот ну а мы с вами идем дальше и значит на очереди у меня саундтреки я недавно стал собираться он треки на винилов то есть конечно что-то до этого было у меня вот и так но последнее время этим увлекся то есть ни для кого не секрет что я коллекционирую вещи связанные с джеймсом бондом то есть но включая и романы флеминга и вот надеюсь что удастся найти еще на русском языке что было издана не только что флеминг издавал то есть там же были и другие авторы писавшие про джеймса бонда и вот фильмы собираю про джеймса бонда и у меня есть как раз таки видеоигры про джеймса бонда вот их я больше всего как бы котирую коллекционеры но вот стала собирать и саундтрек из фильмов про джеймса бонда и вот такой у меня есть саундтрек это если не ошибаюсь издание 2013 года переиздание точнее если быть правильным это соответственно доктор ноу то есть скажем так первый фильм о джеймсе бонди от united artist production то есть это вот от харри зальцмана и альберта брокколи вот там что ну до этого была уже просто у нас экранизация про бонда это казино рояль 53 года но честно точнее 54 года фильм был а вот вот честно говоря не важно потому что сейчас мы говорим просто про винилова и более подробно заострять внимание на вот этом саундтреке я наверное буду видео про джеймса бонда которая планирует снять ребята я конечно снимал где-то в феврале наверное видео право бонда вот коллекцию свою показывал с ним связанную но у меня за этот год знатно так коллекция по бонду пополнилась поэтому я считаю что в декабре я сниму как раз таки такой более подробный ролик посвященный бонду то есть где в том числе очень подробно расскажу про вот эти все саундтреки сейчас я их пока просто покажу то есть это видите как вот это from russia with love как раз таки саундтрек у меня на виниле есть это я еще на озоне успел вам последнюю копию рвать вот но здесь кстати что очень интересно из какой момент то есть вот я на меднии смотрел как раз таки ну точнее когда на медни то есть вчера буквально ролик этот если не ошибаюсь канал аудио гараж называется вот как раз таки а там тоже ответ был станиславу зелинскому то есть тоже была моя коллекция виниловых пластинок и вот здесь как раз таки я заметил что на например нирване то есть это как раз таки наверно это альбом переиздание его была вот такая меточка паск ту black вот и как раз таки да у меня на достаточно приличном количестве от этих переизданных саундтреков почти всех считать которых я вот это переиздание по-моему уже 2015 года была такая пометочка ну честно говоря на всем новоделие я чаще всего натыкаюсь на такие метки то есть это либо получается музыку винил либо паск ту black следующая пластиночка моей коллекции про джеймса бонда это на секретной службе и величества all your majesty's secret service вот так вот он выглядит вообще как бы супер кто бы что не говорил но мне этот фильм нравится но и пока я в принципе скажем так собираем основу пластинки фильмов о джеймсе бонде которые мне больше всего нравится а вот например бриллианты навсегда этот у нас получается господи как он даймонд а вот последний официальный бон шоном коннери вот и мне вот три буквально фильма с коннери больше всего и нравилось пусть это вот доктор но из россии с любовью и бриллианты навсегда вот я считаю что они самые лучшие были вот как бы я вот это все собрал мне еще вот повезло что я взял соответственно оригинальное издание 81 года это уже с роджером муром у нас джеймс бонд по его айсон ли то есть только для ваших глаз и что так она в принципе выглядит всегда хотелось какой-нибудь винил с муром еще взять сейчас сожалению я посмотрел на озоне было два винила это было раз таки живи и дай умереть 73 и шпион который меня любил 79 вот эти переиздания этих саундтрек потому что насколько я помню далеко не все саундтреки о джеймсе бонди переиздались на винилах а вот и но как бы сейчас они достаточно сильно подорожали и вот я пока как бы не решаюсь их купить потом когда нибудь их закажу или может в оригинальном варианте найду сложно сказать но у меня вот очень сильно порадовало что я нашел такой вот нил потому что до этого из оригинальных нилов по джеймсе бонди мне повелось найти только вот такой миньон это сингл glory night а точнее даже ошибаюсь и глайдис night это как раз таки listen to kill с тимоти далтона жалко что я не нашел сам саундтрек полностью но вот а как бы такой сингл с него у меня есть учитывая еще тот факт что далтон был моим первым бондом соответственно следующий винил это у меня как раз таки культур клаб это у нас получается альбом kissing to be clever вот так он выглядит это вот группа боя джорджа где он был вокалистом еще до того как он занялся сольной карьерой сейчас они периодически воссоединяются там иногда вот и значит это конечно огромное спасибо александру танкевичу что у меня этот винил появился потому что он даже насколько я помню как будто своего знакомого просто соренбургской области его заказал и соответственно мне просто перепродал вот александр танкевич это как раз таки лидер за пауков основном у него кстати я винил большей степенью бюро потому что он как раз таки обычно вот такие интересные штуки находят здесь как мы видим у нас текстопесен какие-то фотографии прочь всякая информация я почти весь так скажем культур клапова 1 реинкарнации есть нет только альбома там вот дальше это у нас культур клап получается этого восемьдесят четвертого года альбом уже вот ну кстати что-то мне он не так сильно понравился здесь кстати внутреннего конверта нету показывать особо как бы нечего вот ну как ни странно смотреть это вот такие были альбома который как бы грубо говоря группа писала на своем пике то есть существовало тогда не так много в первом по крайней мере своей реинкарнации там где-то с 81 по 86 год и потом провалилась стали они 4 альбома вот самое что интересно вот у них был последний четвертый альбом он люкс и вот и самое что интересное почему-то мне он понравился больше всех хотя там он уже ни в какие особо топа не попадал там всяких этих чартов когда у них там вещи там чуть ли не в первую там пятерку попадали или там вообще там чуть ли не на первые места вот и при том что этот альбом уже они как бы так скажем писали на изломе там все друг другом переругались уже он в такой достаточно нервной атмосфере был записан но вот не знаю почему то наверное всех альбомов культур клаба вот этот мне понравился как-то больше всех но из тех что как бы я слушал не знаю второго-то у меня нету ну здесь у нас тоже текстопесен то есть самая хорошая информация есть что я всегда люблю какая-то вот информация про группу всякие такие вещи они меня конечно очень сильно радуют а мы соответственно поедем дальше вот и значит следующими у нас на очереди вот такие будут басиночки интересные как не странно это вот у нас получается голден хор голда на господи даже не могу почитать брусов с двух пан господи в общем ребята мне короче это не про честь извините конечно мой английский для вот такой винильчик то есть не его александр танкевич подарил самое что как бы интересно то есть он таком самом простом оформлении идет то есть там ничего как бы интересного нету плане внутреннего конверта я еще пока конечно его не слушал но менее вот очень рад что не такая штука досталась обязательно его потом послушаю потом уж поделюсь какими-то своими ощущениями опять же соответственно вот такой был подарочек у меня от александра танкевича это the simon and the garfunkel да garfunkel collection collection 17 of the of не точнее of their all-time greatest recordings вот вот так он выглядит в принципе тоже там ничем интересном он внутри не оформлен вот такой вот тоже альбомчик это у нас получается rush hold your fire так что было видно потому что тут очень все сливается вот здесь на этот самый это так понимаю что таки вот они название песен все идут там самое что интересно да какой-то внутренний конвертик оформлены там с текстами песен с прочими вещами он принципе тоже есть меня конечно тоже не может не радовать я вот обычно такие вещи вот на самом деле достаточно сильно люблю такой винил я появился это но моргейм ремикс альбом к о т.п. еще интересно треки сзади написаны вот честно говоря пока еще не слушал то есть ну еще просто представляю что это но тем не менее какая то есть информация кто там чем миксовал кто там чего делал вот так вот логотип точно такая стилизация под кирпич здесь идет а вот тут конечно пластиночку я уже вчера послушал это у нас получается питер габриэль ну как бы очередной набор без точнее альбом без названия потому что долгое время у питера габриэля вообще не было так скажем название альбомов то есть у него просто был питер габриэль питер габриэль питер габриэль и только потом как-то он их там стал обзывать и то насколько я помню в америке как раз таки их еще там им хотя бы любили там что-то присваивать чтоб народ не путался вот а в европе они так и выходили как питер габриэль вот послушал с большим удовольствием то есть габриэль я вот сольно очень уважаю то есть честно говоря не знаю до этого дженесис или там генезис или как его там я пока еще не дорос вот но вот питер габриэль сольно если респект уважуха здесь конечно нету каких-то внутренних винилов но вот там поле грамм рекордс если не ошибаюсь вот у них как раз этот безумный шляпник был и залез в стране чудес изображен на поле грамм супер лим сказал вот конечно да тут альбом на ура просто зашел удалось конечно дикий респект вот если бы я еще юз нашел то есть главный один главных альбомов своего детства вот откуда такие песни как там steam или digger in the big был вообще супер следующими на очереди у меня идут блоге опять же спасибо александру таке еще что я у него этот видео приобрел это вот как раз таки культовый альбом it to the beat раньше что в принципе почти не песню блоге ту хит был сплошной задник вот такой вот здесь как раз таки самое главное что такие песни как допустим там dreaming что я могу еще выделить accident never happen атомик виктор вот вообще вот особенно атомик вообще песни моего детства даже помню по радио была какая-то передача самое что интересное я уже не вспомню название но помню что у меня заставка была начальная вот сделано это вот эти вступление песня томик вот это вот гитарная как раз таки проигрыш вот этот серфовый вот этот перебор который там вот так это вступал ну вот что внутри у винила сам что хорошая есть как бы конверт но как я заметил есть такая особенность его по другому никак не засунуть то есть он засовывается вот именно только сейчас как он засунут вот здесь значит у нас какие-то эти фотосессии видимо из этого самого на обложку какие-то кадры неудачные или прочее а здесь соответственно информация вот пожалуйста о группе то есть какие-то есть не вошли кто там автор кто там записи участвовал и так далее вот так все это выглядит это альбом уже кучу раз мой был как бы слушай но не на виниле хочу его как виниле что называется послушать и вообще честно говоря блонди одна из любимых групп то есть моего детства я как-то в этом у задроте как я стал меломаном рассказывал что вот диск один батя мой детство моё эту группу была у него на кассетах но на кассетах самописных то есть там не было фотографий самой группы и я даже не знал как соответственно они выглядят то есть кто там точно играет даже не знал как выглядит вокалистка вот и узнал честно говоря это все уже где-то там ближе концу 90-х там увидел по телеку особенно когда они уже там воссоединились тогда мария была песня в девяносто девятом году вот следующий альбом коллекции это как раз таки 82 год это вот the hunter это последний альбом блонди после чего они как бы развалились конце там 82 начале 83 я уже точно не помню и дальше вы соединились только в девяностоемом году вот здесь значит у нас этот список треков ну конечно ведь и вот внутри а вот такой конвертик но самое что интересное есть вот такая вот оригинальный конверт правда тут видимо он был только запечатан то ли шутку то его видимо как-то распечатали это может какой-то брак просто при производстве а вот здесь у нас аж текста песен идут вот чего не было кстати например на это и туза бит там не было текстур песен и вот какая-то информация о группе и кстати попрошу вас обратить внимание ребята на например такую вещь вот тут есть таким названием она если даже и покажу вот а я по ее айс он ли вот как видите то есть ее группа боня написала и по сегодняшнему наверно как раз таки видео я как-то упоминал про как раз таки саундтрек биньяне одноименный вот он как раз я усилил вам показывал и это честно говоря не случайное совпадение то есть гарри зальсман альберт брокколи они пригласили блонди написать песню как раз таки для меня и тем песню написали но по каким-то причинам как бы брокколи зальсману не понравилась песня блонди и они тогда попросили их переспеть песню которая вот в результате фильме и звучала то есть с другим текстом другой музыкой а вот блоге категорически отказались и соответственно свою версию песни они потом опубликовали на вот альбоме hunter который вот у них вышел годом позже вот такая вот история так все тут нет все понятно чтобы все все по-другому просто сделаем здесь вот что как бы неудобно сделали этот такое вот оформление альбома что точнее сам вот этот внутренний конверт я так понимаю что он уже потом был сюда вставлен винил изначально хранился вот в конверте с текстами песен видимо что просто его лишний раз не изнашивать положили в бумажный конверт сам винил чтобы он не портился вот это вот дело так осталось хотя тем не менее знаете я вот больше всего в переизданиях замечаю такую тенденцию что винил допустим он убран в какой-то этот внутренний простой конвертик там либо соответственно карту ну либо допустим такой вот из тонкого картона с этим с внутренней этой полиэтиленовой обклейкой либо там просто какой-то полиэтилену либо такой бумажный пакетик как вот здесь бумажка с текстами песен она отдельно идет но эти это больше от вариантов издания зависит а мы с вами идем дальше да вот чуть не забыл у меня когда-то был вот такой сборник это беста в годе он по моему восемьдесят первом году если не ошибаюсь выходил и это как раз таки по лицензии там лейбла кто блонди издавал печатал их какой-то соответственно местный этот шведский лейбл то есть там шведский у меня винил как раз таки то есть сборник делался чисто для швеции насколько я знаю вот и здесь как раз таки вот такая сборник лучших песен на блонди по мнению шведов в том числе была песенка вот такая call me который ни в какие альбомы не входила она была написана для сонтрека фильма американский жигало о чем здесь соответственно и помечено я от винил уже просто показывал но раз у меня как бы так скажем блонди пополнилась просто хотелось на этом внимание как-то заострить следующий идет вот такая группа которые очень еще с детства тоже любил и кстати долго не знал как выглядят участники этого коллектива это язу это вот upstairs at eric's первый альбом язу то есть он тут с эти без внутреннего конверта там никакого оформления нету вот но здесь как бы такие культовые песни то есть don't go соответственно он ли you good by 17 вот как раз таки это вот когда веса кларк ушел из дипеш-мода он тогда со своих помогут не ошибаюсь то ли бывшие одноклассники то ли соответственно она у нас была вот это моет она у нас была в параллельном классе с ним училась в общем с одной школы была вместе с винсентом кларкой вместе с винсентом кларком она училась так или иначе вот и она хотела быть скажем так блюзовые такой вот вокалисткой то есть петь всякий там всякие вот эти вот блюзы и всякий такой блюзерок что кстати хорошо было по ее сольной карьере потом заметно после уже распада язу вот а кларку просто назло соответственно парням из дипеш-мода также как и парням из дипеш-мода на звук лак хотелось просто записать альбом который бы их как-то превзошел и то есть дипеш-модовцы тогда втроем на злу кларку записали и брокен фраймс даже алана валдера на который тогда на смену винсту кларку пришел одним не скажем так этот самый сказали не участвовать в записях то есть он у нас только с 83 года участвовал в записи дипеш-мода а вот а кларк тогда как раз таки нашел моет и случайно объявление в газете увидев и сказал что я у человека который сделал speak and spell дипеш-мода давай сейчас вот этот самый такой сделаем и что парадоксально значит вот эта песня он ли ю клайка и и писал еще для дипеш-мода он даже кстати самое что интересно был не против дальше писать текста дипеш-моду только соответственно дипеша они что называется активно отвергли вот все его песни посчитав что она что город дескать сам справится прекрасно там без уже кларка а вот и поэтому эта песня стала потом вот хитом язу ну и конечно у меня есть еще вот это уже второй и последний альбом язу you and me boat вот так он выглядит с далматинами вот здесь на обложке вот такая просто фотография конечно что это надо еще приглядеть чтобы их разглядеть вот здесь у нас вот они список песен и вот здесь уже внутренний конвертик есть кстати вот они пожалуйста то есть текстопесен какая-то информация о группе это тоже далматины здесь вот изображены может как бы не очень хорошо будет видно но тоже вот они на дипуле может крупных ракурсов вот тоже очень хороший был альбом жалко что потом скажем так язу больше ничего не написали то есть они там только иногда очень редко собираются и соответственно вот кларка дают концерты нечастые вот но здесь уже что но базе деле как раз таки вот это вот песенка очень хорошая даже потом ее клипка видел очень замечательный клип тоже хорошая песня happy people ее кстати что интересно сам клак поет то есть мой что-то отказалась петь она там по-моему только это припеве там где-то подпевала то что тоже песня как бы это тоже очень хорошая как бы группа очень вот люблю ее послушать язу если так скажу музыка знакомая и конечно следующее что у меня в коллекции появилась это вот team machine то есть я как за интервью нужно никаких пометок здесь как бы не было я как ее увидел вот у александр танкевич а я ну все-таки достаточно большой поклонник бои мне конечно больше альбомы боу и 90-х нравились пусть это заблокировать но из забуду в сибири аутсайд йорклинг но вот хелл глаз из уже поменьше но в основном это мои самые такие любимые альбомы у бои были но исключая может let's dance 80-х он наверное самый был интересный а вот но когда-то вот боу и он где-то 80 на седьмом году так далее восемьдесят восьмом я точно не помню создал вот эту супер группу team машин который в основном хард-рок играла и вот у них два альбома вышло я думал что это какой-то может там не за альбом и пи этого машины его сразу схватил а выяснилось что это макси сингл притом очень хитро сделанный то есть здесь у нас получается как на стороне а просто две песни team машин а на стороне б вот нам на сколько там как бы хватило места интервью их просто интервью там я не знаю то ли для радиостанции то ли для чего-то сделано то есть ну принципе как соответственно сам вот этот диска называется и значит был еще какой парадокс очень интересно то есть на самом виниле написано что 33 скорость и вот я его включаю на 33 скоростью но чувствую что как-то он не так играется как нужно то есть как-то замедленная значит включил его на 45 скорости оказывается все играется нормально то есть здесь видимо просто была какая-то опечатка на самом самой пластиночки что он по 33 скорость потому что обычно всегда у нас на винилах если это какие-то макси сингла были они чаще всего были записаны как цирка пятки были всегда пометочки что 45 скорость надеюсь они где-то написали что 33 то есть ну нигде не было пометок стоит вот видите видите 33 скорость все я значит врубая его на 33 он нормально не играет врубая его на 45 ну вот все отлично все равно то есть очень я конечно тин машин порадовал что хотя бы в таком виде он меня есть теперь на винилах хорошо бы мне еще не знаю когда передавался он или нет найти йорклинг вот вы последний винил которыми пока появился это кстати винил уже от мелодии от архив популярной музыки вот это роллинг стоун все вместе или алджи газа а вот то есть самое что интересно то есть у нас тогда в архиве популярной музыки вот таких три сборника солянки песен на роллинг стоунса вышло но мне их были только две первое там не помню как назывался второе то болот ли диджей и 3 это как раз таки был вот это все вместе и вот у танкевича случайно этот винил нашел а он это забираю вот я как было забрал конечно и вот теперь у меня коллекция популярной музыки пополнилась то есть у меня там дворца боу и как раз таки креденс вот роллинг стоунс теперь есть в ней там принципе у меня на самом деле ребята очень много вот этого советского винила и винила изданных странах соцлагеря то есть это у нас чехословакия в основном болгария то есть что-то там есть еще и там восточной германии если не ошибаюсь то есть гдр вот еще какие-то там другие страны там по югославии еще что-то было и вот если вам будет интересно я могу снять про это целый такой ролик там даже наверное ролика 34 точно получится потому что у меня вот целый сервант грезденской мебельной фабрики вот он просто этим всем винилом забит то есть там и советская всякой эстрады и пластинки вот этого русского рока который у нас там печатался вот там в конце восьмидесятых даже есть там издание начала 90-х то есть там наутилус помпилиус есть там телевизор у меня есть агата кристи аквариума очень много ддт кино алиса это я могу если хотите снять потом отдельный целый такой здоровенный выпуск наверно то что все руки не доходят то есть я вот видите все снимаю снимают нам пополнение про всякие там свои эти коллекции про прочие вещи а вот грубо говоря про вот это все но времени пока к сожалению снять нет ну а с вами был барин до новых встреч пишите коменте вот а а а а